Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня поговорим о здоровье растений. Все цветоводы хотят, чтобы их растения всегда были красивыми, ухоженными и здоровыми. Но не всегда это получается. Чтобы не допускать проблем в выращивании растений, нужно хотя бы иногда осматривать свои растения. Я вас уверяю, если что-то не нравится растению, оно даст вам знать. Здесь у меня, конечно, певец есть. Это у меня генер. Он у меня поет, так что он будет меня перебивать чуть-чуть. И своим внешним видом оно демонстрирует свое здоровье. Если растение испытывает какой-то дискомфорт, оно, конечно же, скажется на его листве. Это может быть скручивание листьев, пожелтение, какие-то черные пятна, какие-то точки, какая-то липкость на листьях и другие проблемы очень много. И у всего этого могут быть разные причины. А мы сегодня рассмотрим вопрос, от чего же у растений сохнут кончики листьев. Сухой воздух – вот что подумает каждый цветовод. Но не всегда эта причина является главной. Существуют и другие причины. И сейчас мы о них и поговорим. Листья растений чаще всего сохнут в осенне-зимний период. Это, конечно же, влияет еще и отопительные приборы, которые сушат воздух. А также неправильный уход в зимний период. И как с этим бороться? Конечно, в зимний период или вообще если жарко у вас дома, нужно опрыскивать растения. Или поставить увлажнитель рядом с растениями. Если увлажнителя не имеется, можно просто емкость с водой, и она будет испаряться. И тем самым увлажнять воздух вокруг растения. А еще я использую, беру большой поддон, побольше, чем горшочек. Насыпаю в него керамзит и наливаю водичку. И ставлю на этот керамзит растение. Это тоже очень хорошо работает. И также в зимний период мы допускаем ошибку. Это, конечно, с поливом. Потому что если растения стоят на подоконнике, там, соответственно, прохладно. И если переувлажнить растения, то получается стресс. И все это сказывается на здоровье растения. Начинают портиться листья. Подоконники холодные. Грунт пересыхает дольше. А мы, значит, не ждем этого и начинаем поливать растения. Кажется дома жарко. И кажется, что растению хочется пить. И тем самым идет нарушение именно с поливом. И также в зимний период нужно сократить удобрение. То есть удобрять можно раз в месяц. А то можно, вот эти зимние месяца, можно вообще не удобрять. Но я удобряю. Раз в месяц я удобряю свои растения. Следующая причина, это некачественная вода. То есть у многих в квартирах или в домах имеется вода хлорированная. Или, например, содержит много металла. Конечно, такую воду лучше отстаивать. И всегда поливать растения теплой водичкой. Они не любят холодную воду. Следующая причина, я уже затрагивала, это перелив, переувлажнение грунта. То есть нужно не допускать вот этого, чтобы даже не было в дальнейшем загнивания корней. Нужно поливать растения по мере пересыхания верхнего слоя грунта. Это в летнее время. А в зимнее может даже и полностью нужно пересушивать. Но это нужно смотреть по растениям. Потому что каждое растение требует индивидуального подхода. Не все растения нужно поливать в один раз. Даже могу сказать, нельзя поливать одновременно все растения. Они все разные. И грунт у всех пересыхает по-разному. Если растений много, или вы не запоминаете, можно составить какой-то график и посматривать этот график и поливать свои растения. Следующая причина, это неправильное внесение удобрения. Удобрять растения нужно в весенний и летний период один раз в 10-14 дней. И смотреть обязательно нужно дозу. Нужно не переудобрить и в то же время не внести мало удобрений. Чтобы, допустим, растению хватало всего, всех микроэлементов. Следующая причина, это солнечный ожог. Ну, конечно же, если на южном окне, да еще в летнее время, бывает часто такое, когда растение получает ожог. Растение, лист начинает деформироваться и становиться таким, наверное, коричневым цветом. У меня даже у самой так было. Но я убрала такие листья. Я с этим столкнулась. Следующая причина, это когда в помещении очень жарко и не проветривается. Но здесь нужно учесть, растения не любят сквозняки. Но они в то же время любят, когда воздух такой свежий в доме, в квартире, чтобы проветриваемое было помещение. То есть, периодически нужно проветривать помещение. Следующая причина. Корневая система слишком разрослась. То есть, корневая система заполнила пустоты в горшке, скушала всю почву, так сказать. И ей не хватает вот этих питательных элементов. И поэтому это тоже сказывается все на листьях. В данном случае корневая система уже не работает так, как положено. А мы продолжаем удобрять, поливать. Поэтому нужно пересаживать по мере разрастания корневой системы. Я пересаживаю такие растения. И главный принцип, подбирать горшок нужно на два пальца вокруг больше прежнего горшочка. Следующая причина. Это, конечно же, может быть появление различных болезней. А болезней очень много. Или еще такая причина. Это могут быть какие-то паразиты в цветочном горшочке. Но здесь, конечно, нужна обработка. Нужно смотреть, выявлять причину, что за болезнь, какие паразиты. Сначала нужно посмотреть листья. Достать растения из горшочка. Посмотреть корневую систему. Поменять грунт. Обработать какими-то препаратами. И потом смотреть за этим растением. Чтобы все было хорошо. И когда растение болеет, его с поливом тоже нужно быть аккуратным. Его не нужно переливать в это время. И еще раз повторюсь. Как можно исправить ситуацию, если с растением что-то произошло. Если вы видите, что листья какие-то пожелтевшие. Кончики листьев сохнут. Первая помощь, это, конечно же, замена старого грунта на новый. Или хотя бы поверхностно. То есть, какую-то часть верхнего грунта убираем и досыпаем свежим. Следующее. Очищение листьев от пыли. Это можно устроить теплый душ. Или взять мягкую тряпочку, протереть. И для профилактики всяких болезней и насекомых, вредителей, в общем. Можно использовать перетесь водорода. Просто, допустим, столовая ложка на 2 литра воды. И опрыскать растение. Либо вот этой водичкой просто протереть мягкой тряпочкой. Я это тоже делаю. Редко, но делаю. Следующее. Изменение влажности в воздух. Я уже говорила, что это можно сделать с помощью опрыскивания. Либо под теплый душ. Либо поставить увлажнитель. Нужно поливать по мере пересыхания грунта на половину, а то и больше. Это я тоже уже говорила. Но это, наверное, самая главная причина. Чтобы решить проблему с высыханием кончиков листьев, нужно придерживаться необходимых правил по уходу за растениями. И тогда растения будут радовать глаз своим здоровым и красивым видом. Вы знаете, что у меня растений очень много. И меня часто спрашивают, помогает ли мне кто с уходом за ними. У меня есть два помощника, два кота. Один директор, а другой зам. Вот они мне и помогают. Ну а если серьезно, то в принципе это не сложно. Просто если есть какое-то свободное время, или это можно утром уделить. Быстро прошелся, посмотрел. Просто растения же сразу видно, как они себя чувствуют. И я уже знаю просто, некоторые растения я очень редко поливаю. Но это относится к большим моим растениям. Они не требуют частого полива. Потому что там грунт пересыхает все равно дольше. А если какие-то маленькие растения, бугенвилии, например, взять, да, они у меня растут в небольших кашпо, то, конечно, я их бывает поливаю и каждый день. То есть каждое утро я просыпаюсь и быстренько полью их в горшочки и все. Ну, конечно же, это требуется какое-то время. Ну, как говорится в поговорке, красота требует жертв. Думаю, мое видео будет полезным. Я знаю, что среди моих подписчиков есть очень много опытных цветоводов. Делитесь своим опытом в комментариях. Будет очень интересно. Увидимся в следующем видео.